Краснодарский край лидер в стране по количеству возводимого жилья, чем в свое время не применули воспользоваться и мошенники. От недобросовестных застройщиков остались 54 проблемных объекта и больше тысячи обманутых дольщиков. И это только в официальном реестре. Закон, который сегодня приняли кубанские парламентарии, направлен на защиту прав обманутых дольщиков. Изменения позволят не только помочь быстрее вводить в эксплуатацию долгострои, но и не допускать появления новых. Теперь компании напрямую рискуют своим имуществом, если не выполнят обязательства перед дольщиками. Я сегодня максимально понимаю людей, которые с плакатами уходят. Они говорят, слушайте, хватит обещаний. Мы ждем от власти реальных действий, реальных шагов. В законе предусмотрена норма, по которой, если в течение полугода после окончания срока ввода дома в эксплуатацию дом не сдан, то не так, не переводить его в долгу из года в год. Есть право власти в законном порядке выйти в СССР и прекратить право у этого недобросовестного застройщика на земельный участок, даже если стоит на нем уже возведенный какой-то дом в разной степени готовность. И он должен понимать, что если он не достроит, никто не будет за ним бегать, уговаривать. И мы вовремя будем иметь возможность, согласно настоящего проекта закона, реагировать и вовремя вмешиваться, что сегодня принципиально важно. Аналогичных законов в субъектах на уровне федеральном нет. Первопроходством всегда сложнее быть. У нас нет других вариантов, как во взаимодействии эту проблему нужно решать. И это хорошее начало. Идея законопроекта – это совместная работа администрации региона, прокуратуры и краевых депутатов. Перед принятием новых правил прошли заседания четырех рабочих групп. Парламентские слушания, обсуждения со строительным бизнесом и контролирующими органами. Закон не должен обвалить рынок жилья, но в то же время обязан не допустить появления новых обманутых дольщиков. На предупреждение всевозможных ухищрений, чтобы люди понимали, что хватит обманывать, хватит и губернатор сегодня сказал, что уже дошли до точки и дальше уже пути нет. Вместе с зачисткой строительного рынка от мошенников закон направлен и на поддержку тех, кто доделывает за недобросовестными подрядчиками их работу. Часто это просто невыгодно, поэтому такие инвесторы в качестве компенсации смогут без торгов получить участок земли. Однако его стоимость не должна превышать расходов на достройку многоквартирного дома. Подчас тоже была непонятная ситуация, когда дом, чтобы достроить, нужно 10 миллионов или 50 миллионов, а участки тому инвестору, который этот дом достраивал, давали на 250 миллионов. И тоже непонятно. Это уже схемой называется. Но несоразмерно получается цена вопроса за достройку дома и компенсацию. Поэтому здесь в нашем сегодняшнем законе четко определен порядок, каким образом, какая соразмерность компенсации и вообще предусмотрена впервые возможность это в рамках уже краевого закона сделать. Это для нас принципиально важно. Сегодня депутаты приняли еще один знаковый для региона закон – развитие животноводства в Краснодарском крае. Эта отрасль остается в тени за рекордами урожая зерновых. Разводить скот – дело затратное и не такое рентабельное, как, например, выращивать пшеницу. Поэтому на Кубани явный перекос в сторону растеневодства. Из-за чего в аграрный регион порой приходится завозить мясо или молоко. На Кубани на сегодняшний день содержится более 500 тысяч голов крупного рогатого скота. И, конечно же, этого мало. Потому что задачи, которые ставятся к 30-му году – производство молока нарасти до 2 миллиона 100 тысяч тонн, производство мяса до 800 тысяч тонн. Новый закон предусматривает целенаправленные субсидии тем, кто занимается животноводством. И неважно, это средней руки фермеры или крупное хозяйство. При этом надо понимать, что вся эта поддержка вперед за собой потянет и сами сельские территории. 1,2 миллиарда мы с вами сегодня выделяем на поддержку животноводства. 1,2 миллиарда – это только на животноводство. И, согласно этого закона, мы эту сумму будем увеличивать. Но здесь, в первую очередь, субсидии должны быть не компенсационные на какие-то затраты, а субсидии должны быть на развитие. Если мы разовьем сегодня животноводческую отрасль, а она где, в первую очередь, на селе, рабочие места, зарплаты, налоги? Вот нам надо сегодня максимально поддержать же сегодня сельскую жизнь. Поэтому здесь не просто мы развиваем животноводство, мы еще раз подчеркиваю, мы развиваем сегодня жизнь на селе, максимально делая ее активной. И тем самым делая рост благосостояния жителей села, и поднимаем его, по крайней мере, уже до нормального уровня. Поддержка животноводческой отрасли уже принесла свои результаты. Если три года назад в фермерских хозяйствах в среднем получали 90 тысяч тонн молока, то сегодня все 112 тысяч тонн. А это не только гарантия продовольственной безопасности, но и условия для самозанятости в хуторах и станицах Кубани. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Продолжение следует...